Привет! Сегодня я расскажу тебе про деньги с шизоидом. Чтобы понять, как шизоид распоряжается своими деньгами, нужно вспомнить, что я рассказывал про шизоидов. Ты выглядишь хорошо. Ты где был-то? Рассказывай. Я был дома. Что с тобой случилось? Ничего со мной не случилось. А ты, говорят, порезался. Папа мне сказал. Ну, просто. Сильно или нет? Достаточно сильно. Ну, я не говорю, что я умираю, это последние мои дни. Как ты к нашему государству, к нашему руководству как относишься? Кого бы ты хотел вернуть из руководителей? Уважаемого Леонида или еще бы. Ну, она сейчас не практически... Нет, те, кто не относятся к политике, они им это как бы бог на душу. А то, что кто относится, тем же, конечно, это не будет. У шизоида очень интересный мир. Он направлен как бы вовнутрь себя. Ну, то есть, мне будет очень важно, что внутри моей головы, и совершенно безразлично, что вокруг меня. И думать и действовать я буду, исходя из своих фантазий, и исходя из внутренних представлений о том, каким мир должен быть. Но совершенно не исходя из того, каким мир является на самом деле. Таким образом, я буду тратить деньги на совершенно вещи, возможно, эфемерные. Паяльник свой, но, понимаете, когда там привезли два паяльника, они, понимаете, с этими хлопчатыми бумажными проводами, у меня аж слюни потекли, я от того, из 90-х годов отказался, и думал, что они оба рабочие, они оба дохлые. В смысле, новые, но дохлые были? Они были выушные и дохлые. Но у меня просто слюни потекли, когда они там хлопчат бумажные. В некоторых случаях это трата денег при наличии огромного интеллекта и, так скажем, достаточно, соответственно, неплохого везения в целом все же, потому что мозг шизоида и логика шизоида очень своеобразная. Рождает гений, да, то есть интеллект плюс финансы, и мы получаем какого-нибудь, ну, не знаю, Николу Теслу, Эйнштейна, ну, во всяком случае, каких-то великих, таких знаменитых ученых. Ну, я уж не знаю, насколько Теслу, вокруг него много миф, но Эйнштейна вполне возможно. Вот. Или, соответственно, каких-то, ну, других личностей, которые производят открытие. Потому что, конечно, шизоиду из совсем бедной и нищей среды, я не говорю, что в огромные деньги ему нужно иметь, может быть, нет, но совсем из, вот, с нуля ему очень сложно, да, подниматься. И должно быть либо огромное везение в течение обстоятельств, либо какая-то огромная сумма, которая будет помогать ему это делать. И он будет ее тратить, естественно, очень хаотично, возможно, разбазаривая на какие-то неясные никому нужды, да, и в один прекрасный момент, как такой случайный генератор чисел, он может действительно натолкнуться на какой-то там, я не знаю, бозон Хиггса. Напишите мне в комментариях, как это называется, правильно, или еще что-то такое открыть, что, соответственно, теорию Струн там написать, что вот приведет к какой-то вот взрыву, да, в науке. Значит, другая ситуация в том, что, если мы статистически посмотрим, к сожалению, шизоиды в большинстве своем ничего такого не делают. Как правило, это просто люди, обладающие незаурядным мышлением, незаурядной внешностью, обладающие весьма таким своеобразным взглядом на жизнь, но, тем не менее, это люди, которые не способны, так скажем, сконцентрировать свой очаг денег, свое ядро денег в один какой-то, да, такой пучок, в одно какое-то направление, и вкладывать в него, ну, там, развивать какой-то бизнес, или, может быть, просто копить эти деньги, вот, как, допустим, эпилептоиды, да. Соответственно, шизоид тратит эти деньги и тратит их хаотично, а, исходя из вышесказанного, мы можем понять, что в шизоидах, так же, как и у истерика, деньги не держатся. Какой из этого вывод? Что если вы вкладываете в бизнес шизоида, к сожалению, скорее всего, он не пойдет. И я это могу сказать не только из теоретического опыта, но и из практического, так как за свою жизнь, ну, ну, я бы не сказал, что я много раз открывал бизнес, но, во всяком случае, участвовал активно очень, помогал людям в бизнесе, консультирую коммерсантов, вот. Ну, и собственный, там, небольшой опыт тоже имею. Поэтому я могу вам просто сказать одно. Вот бизнес и шизоиды – это как, я не знаю, киты, которые на суше. Вот, там, слоны, которые живут, там, на глубине океана. Вот что-то такое совершенно несовместимое. Поэтому, дорогие друзья, как бы шизоид вас не уговаривал, бывает, они очень уговаривают и верят в свои такие, в общем-то, весьма специфические идеи, не ведитесь на, соответственно, уговоры шизоидов вложить деньги в бизнес. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. Да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok